Привет, друзья! Месяц назад канал Немагия создал видеообзор на Дмитрия Пескова, где была история про часы и про расхищение бюджета, и в целом выраженное несогласие с некоторыми аспектами нашей жизни и большой политики в России. Видеообзор получился жесткий, но меткий. И вот сейчас, три дня назад, ребята из Немагии разместили видеоролик о том, что якобы Роскомнадзор докопался до их видео и требует от них разъяснений с непонятными последствиями в дальнейшем. Давайте небольшой фрагмент из этого видеоролика посмотрим для тех, кто еще не видел. Нужно будет просто объяснение от вас, от тебя и от Алексея Псковитина. Я к нему вчера ездил, но он походу по адресу не живет, да? Он же здесь недалеко от тебя живет. В смысле объяснение? С чем связано? Ну, объяснение, то есть, чтобы материал подписать, мне нужно будет объяснение от вас, от тебя и от Алексея. То есть, здесь, в этом фрагменте видеоролика, подходит какой-то неизвестный человек. Ну, как ребята из Немагии говорили, удостоверение он показал еще до того, как была начата съемка. И этот сотрудник каких-то там органов контрольных, надзорных, правоохранительных, не знаю, требует от ребят объяснения. Якобы, к ним поступил запрос, то ли анонимный, то ли какой-то похожий на фейковый, непонятно, по электронной почте он поступил или каким-то другим способом. И им отписали сотрудникам материал, который они должны взять в разработку, проанализировать на предмет каких-то противоправных или антиправительственных действий. Видеоролик Немагии. Если посмотреть комментарии, то мнения разделились. Часть аудитории поддерживают Немагию. Говорят, что беспредел в стране, как можно, вроде кто только не говорил про этого Пескова. А тут до вас докопались и так далее. Другое мнение, альтернативное. Если посмотрим на этот комментарий, я придумал вам отмазку. Это постановка, чтобы пропиариться. Мента играет ваш друг. Круто придумал, да? По личному опыту могу сказать, что в принципе такая ситуация с приходом каких-нибудь представителей силовых контрольных надзорных ведомств вполне возможна. Где-то примерно, ну некоторое время назад, в общем, у меня был сайт, на котором я тоже высказывал такие мнения, отклоняющиеся от официальной политики партии, так скажем. Ничего противозаконного там не было, но довольно такие жесткие критические статейки я там размещал. И вот однажды ко мне пришли двое сотрудников, тоже одного такого довольно известного ведомства. Причем действовали они через моего тогдашнего работодателя, заявились к шефу, вызвали показательно меня. Начали прессовать конкретно, пугать, пытались отобрать телефон, когда я попытался связаться там с юристом, со знакомым и так далее. Причем у них была собрана по мне конкретная информация, вплоть до того, что там где я проживаю, с какого IP-адреса там выхожу в интернет, где бываю, где работаю, какие сайты мне принадлежат. При этом никто не писал там какую-то заявку на абьюз, например, в хостинг, а пошли именно таким путем, с требованием либо немедленно удалить сайт, либо они там будут заводить какое-то дело. Так что вот по личному опыту могу сказать, что в принципе в нашей стране да, такое возможно и на ребят из Немагии действительно могли наехать какие-то вот такие личности, которые либо действительно думают, что надо проанализировать на предмет антиправительственных действий, либо им просто долна была какая-то указка, либо же так работает система, о причинах таких явлений можно долго рассуждать, но тем не менее может быть такое, может. Реально ли все ограничится здесь взятием объяснения? Я не знаю, ребята из Немагии в принципе говорят правильно в этом ролике, что тут главное начать раскручивать, сейчас они напишут объяснение, дальше по этому объяснению будут какие-то дальнейшие действия, его можно трактовать как угодно, тем более если они куда-то там приедут по какому-то там адресу, чтобы писать объяснение, еще неизвестно, что там с ними будут делать в дальнейшем. Так что если вы начинаете участвовать во всем вот этом круговороте событий, то как он дальше будет развиваться, это уже непредсказуемо. Поэтому я вот рекомендую ребятам, во-первых, проконсультироваться с хорошим толковым юристом, правильно сделали, что засняли ролик, потому что это дело нужно донести до общественности, чтобы все понимали, что происходит. И опять же, общественный резонанс, а у вас действительно крупный канал, 325 тысяч подписчиков на основном канале, это так просто теперь не пройдет, поэтому это уменьшает значительно вероятность противоправных действий. И еще вот все такие организации, такие сотрудники, когда видят, что так просто с вами не справиться, когда, во-первых, у вас есть юридические подкованные какие-то друзья, или у вас конкретно есть уже там адвокат или какое-то лицо, которое берется за защиту ваших прав, плюс вы ведете информационную кампанию в поддержку вашего мнения, то интерес на вас наезжать сразу пропадает, потому что тот, кто осуществляет наезд, он может, во-первых, быть не особо квалифицированным, и зачастую так действительно и бывает, какой-нибудь там такой достаточно примитивный служак, который исполняет данное ему поручение. Если он, простите за выражение, обосрется, то прославят в первую очередь его, и работы он может лишиться и так далее, и засветится там где-то в СМИ и других местах. Поэтому меньше будут проявлять инициативу, им будет проще отписаться, что там, не знаю, объяснение взятое, разъяснительная работа проведена, признаков там состава преступления не выявлено, дело закрыто, или даже дело не будет открыто. Так что, да, ситуация непростая, будем следить за ее развитием. Я не думаю, что это какой-то такой пиар не магии, сделали фейк, чтобы себя продвинуть. У них и так популярный канал, который динамично развивается, им не до этого сейчас. Если говорить же в защиту сторонников пиара, ну, был у них один такой моментик, сейчас мы его попробуем найти. Ну, давайте вот такой видеоролик откроем. Там есть один прецедент, который о грязных методиках может говорить. Ну, вот смотрите, в общем, на фоне у них там жена одного из авторов канала позирует по-всякому. И, естественно, им за это написали в комментариях. Ты еще фотки голой жены в ВК скинь, чтобы подписки поднять. Ну, дальше читать не буду, нецензурно. В общем-то, вот этот момент, наверное, больше и породил слухи о том, что ребята, может, используют такие грязные методы пиара. Честно говоря, я не понимаю, зачем они использовали именно вот такой прием. У них и так канал хорошо развивается. А таким образом они оттолкнули некоторых людей, которые относились к ним лучше намного и были верными подписчиками, верными фанатами. Так что, друзья, что думаете об этой ситуации, пожалуйста, напишите в комментариях. Кто считает, что это пиар, не магии, пишите. Кто считает, что это действительно Роскомнадзор наехал, тоже отпишитесь. Будем наблюдать. Если будет какое-то развитие этой ситуации, то будут новые ролики. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова